На 5-й заседании 10-й сессии парламента председатель комитета парламента по законодательству законности местному самоуправлению Нона Тедеева представила законопроект о внесении изменений в статью 50 Конституции Республики Южная Осетия. Группой депутатов парламента был инициирован проект конституционного закона. Президент Республики Южная Осетия является главнокомандующим вооруженных сил Республики Южная Осетия. Однако президент Республики Южная Осетия является главой государства, определяет основные направления как внутренней, так и внешней политики. Его конституционной обязанностью является принятие мер по охране суверенитета Республики Южная Осетия и его независимость государственной безопасности. И, исходя из сложенного, на президента возложена обязанность Верховного главнокомандующего вооруженных сил Республики Южная Осетия. Глава парламентского комитета по бюджету и налогам Жанна Кочиева вынесла на сессию парламента и представила законопроект о внесении изменений в бюджет 2019 года. Как отметила Кочиева, все необходимые процедуры законопроект прошел. Министром финансов Азе Хабаловой был представлен доклад о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2019 год. Бюджет у нас составляется по сети по уровню 15-го года заработной платы. И в этом году мы все эти повышения, которые были предприняты в 2016-2017-2018 годах, мы их отражаем вновь. И, соответственно, эти дополнительные средства, они распределены по РПС. И напоминаю вам, что эта сумма составляет 625 лишних миллионов рублей. Мы находимся на уровне 14-го года Северокавказского федерального округа. Как вы помните, статья 7 договора предполагает, что мы поэтапно достигаем уровня Северокавказского округа по сети, бюджетной сети, о которой мы обычно говорим. Также предлагается, уважаемые коллеги, увеличить резервный фонд президента на 141 миллион. Это в рамках решения сопредседателей. О внесении изменений в статьи 44 и 47 Конституции Республики Южная Осетия о воинской обязанности и военной службе представил вице-спикер парламента Сергей Харебов. В ряде государств, в том числе и союзных, воинские звания генерал-полковник – это высшее звание офицерского состава. Данным законом установлены воинские звания до генерал-лейтенанта включительно. Прилагаемые изменения призваны к приравниванию положения высшего офицерского состава Министерства обороны к высшим офицерским составам оборонных ведомств иностранных государств. Депутат парламента Инал Джоев представил доклад о проекте закона о табаке и табачных изделиях. На ваше рассмотрение выносится проект закона о табаке и табачных. У контрольного правового управления парламента имеются определенные замечания. В основном это стилистического характера и другие замечания, они все будут учтены, так как комитет полностью согласен с этими замечаниями. Внесены изменения и в государственную комплексную целевую программу подготовка и переподготовка резерва кадров на 2019-2022 годы. Председатель парламента Петр Гассиев представил список депутатов к награждению медалью парламента Республики Южная Осетия Холомбек Теториес – народных депутатов областного совета Юго-Остинской автономной области. Участников и очевидцев тех событий, которые там происходили, достойны. Еще раз повторяю, это первое, не обращая только часть, которых мы просто обязаны награждать этой медалью. Сейчас речь идет о народных депутатов областного совета, которые в то время, вы знаете, под каким давлением, под какими угрозами, политическая расправа, похищениями, домами сжигались все в селах и были надлежащие, похищались люди. Беспрецедентное давление было со стороны грузинских властей в то время, но тем не менее, эти люди свою работу сделали и дали возможность существовать вообще, возможность существования вообще нашего государства, его зарождения. И вот комиссия, такой вот список в составе 10 человек, проверенных абсолютно, которых можно представить награждению медалью Туаревского убега. Все представленные на сессии парламента проекты депутатами были единогласно одобрены. Елена Газаева, Александр Кочиев, информационный выпуск «Сегодня».